добрый день уважаемые коллеги я надеюсь слышно меня презентацию видно хорошо ли со звуком у вас просигнальте пожалуйста огоньком ага спасибо отлично но тогда раз все хорошо со звуком я думаю мы не будем терять времени и сразу перейдем к нашей теме сегодняшнего мероприятия сегодня поговорим об очень интересном формате интерактивном который называется ленты времени вообще конечно можно встретить множество разных обозначений этого формата где-то в интернете вы можете увидеть такие термины как ось времени хронологическая линейка таймлайн временная шкала может быть еще какой-то термин встречали но если в общем говорить все это одним словом лента времени это такая событийная линейка шкала на которую вы наносите какие-то отсечки события исторические либо какие-то события из биографии чьей-либо но и самое интересное что к этим событиям вы добавляете различный интерактивный контент это могут быть описание событий естественно это могут быть фотографии изображения аудио видео гиперссылки иногда это могут быть даже игры викторины опросы вот такой интерактивный контент он делает информацию более интересной более доступной поэтому таймлайн очень хорошо используется и в образовании и библиотекарь и часто к ним обращаются очень скучный параграф учебника который рассказывает о биографии там александра сергеевича пушкина можно представить очень так емко выпукло интересно и разнообразно ленты времени для того только чтобы биографию представлять можно придумать разные способы их использования естественно это исторические ленты времени разные хроники событий и фактов и так далее можно так интересно оформить календарь знаменательных дат если это например библиотекари да виртуальные выставки экскурсии интересный вариант но тоже можно попробовать особенно если это связано датами с какими-то например искусство по городу рассказывающие о событиях которые происходили в этом городе начиная с основания можно сделать игровую ленту времени я покажу вам чуть позже как это делается ну и разные специфические вещи можно тоже представлять в виде такой шкалы инструкции планы работы отчеты портфолио работа по проекту и многое-многое другое в школе я часто исследовательской деятельности тоже задействую в общем можно придумать еще много чего для чего можно использовать ленту времени перед тем как приступить собственно к ее созданию стоит начать с собрания материала то есть задумка ваша идея ваша ну а дальше сбор материала даты событий тексты описания событий это обязательно в порядке а дальше уже все по вашему усмотрению фотографии изображения если нужно отсканировать видео найти из ютуба потому что большинство сервисов да не большинство но практически все которые поддерживают видео они работают именно с ютубом то есть интересное учебное видео вы хотите прикрепить клиенте тогда нужно на него найти ссылку на youtube аудио карты чаще всего это google карта будет опрос викторина тоже подумать нужно ли вам это время если нужно то и отдельный сервис для этого существует ну и может быть у вас есть какие-то другие объекты опубликованные в интернете например какие-то интересные презентации может быть какие-то я не знаю виртуальные объекты которые опубликованы в интернете у которых есть и ссылки и коды и все это можно тоже подготовить и все это уже собственно переходим к выбору инструментария инструментов не очень много вот это стабильно работающие инструменты о которых сегодня будем с вами разговаривать здесь их девять три из них русскоязычные остальные на английском языке если у вас возникают проблемы с освоением английских сервисов то как я на каждом вебинаре рассказываю можно воспользоваться google переводчиком или яндекс переводчиком зависимости от того какой у вас браузер стоит ну например если у меня стоит google браузер что я правой клавишей мыши могу открыть при открываю страницу сервиса правой клавишей мыши щелкаю в любое место на этой страничке и выбираю в контекстном меню перевести на русский язык страница тут же переводится и работа становится намного веселее проще вот в этой презентации у меня собраны обучающие материалы по всем этим сервисам причем большую часть из них это мои собственные причем более того я их обновила буквально на прошлой и на этой неделе уже то есть здесь вся новая абсолютно новейшей информации о самих сервисах об их возможностях я два года назад уже рассказывала о них но за это время очень многое поменялось многие изменили свой интерфейс многие пересмотрели тарифные планы и кое-кто добавил новые возможности поэтому сегодня всю самую новейшую информацию постараюсь вам рассказать про каждый из этих сервисов и начнем мы в таком свободном порядке я сегодня решила рассказывать начнем мы с игровой ленты времени и сервис для создания такой игровой времени игровой ленты называется learning apps сейчас я вам ссылочку в чат отправлю если у вас есть какие-то под рукой ссылки на ваши собственные ленты времени может быть вы уже хорошо освоились в каких-то сервисах хотите похвастаться показать свою работу то пожалуйста можно в чате тоже об этом написать ссылочку отправить я думаю зрители не будут против с удовольствием полюбуются на вашу работу но я буду отправлять ссылочки периодически итак первая ссылка я мою отправила в чат в чем смысл этой игры на хронологической линейке у нас отчитываются даты задача расставить события по датам второй вариант ленты времени расставить например события просто по порядку без дат ну например оставить события книги мастер маргариты в хронологическом порядке как они идут в книжке вот такая тоже такой тоже вариант возможен вот как раз про томас ойра игра там как раз по порядку надо эпизоды книги расложить сервис очень простой он русифицированный на русском языке регистрация тоже предельно простая вообще о регистрации я подробно рассказывать не буду потому что в каждом сервисе они практически дублируют друг друга принцип регистрации от вас требуется имя фамилия адрес электронной почты пароль и иногда нужно подтвердить свой аккаунт в электронную почту пришлют письмо нужно перейти по ссылке и подтвердить таким образом регистрацию в общем все ленина абсолютно такой же все то же самое что я перечислила здесь потребуется от вас и дальше уже собственно можно перейти к работе сервис ленины предлагает более 20 шаблонов самого разного интерактива вообще-то очень хороший сервис с которого можно начать как раз людям которые только впервые знакомятся с информационными технологиями он предельно простой он очень такой красочный и хорошо подходит для детской аудитории например для школьных библиотекарей я думаю отлично подойдет более того здесь можно на одном сайте создать не только ленту времени но и игру например там найти пару кроссворд составить викторину игру кто хочет стать миллионером и много многое другое игры со словами здесь тоже есть в общем это очень удобно и очень просто давайте покажу как это работает во первых мы выбираем шаблон он здесь называется хронологическая линейка здесь можно посмотреть примеры вот один из примеров я как раз вам в чат и отправила три примерчика дается если хотите побольше можно нажать на кнопку с тремя точками открыть вообще весь список игр подобных в самом сервисе ну а дальше перейти к созданию нового упражнения принцип работы здесь такой дается шаблон который нужно заполнить содержимым очень просто название вашей игры вашей ленты времени дальше ее описание чему она посвящена здесь все очень кратко можно если это не обязательно вообще поле пустое оставить дальше следующий этап лента с цифрами что это такое здесь нужно указать размеры вашей ленты времени да минимум и максимум то есть с какой даты вашей ленты времени начнется и чем она закончится ну например начнется у нас 1916 года закончится там 2016 вот сюда эти две даты и вписываются если у вас расстановка расстановка событий по порядку то мы в минимум вписываем циферку один то есть первое событие а в максимум вписываем ну максимальное количество сколько вы хотите здесь эпизодов создать например у вас будет 9 таких вот эпизодов которые нужно будет расставить поэтому максимум будет девятка ну и в зависимости от ваших от вашей фантазии выставляем эти цифры они нам нужны для того чтобы лента времени сгенерировалось дальше начинается самое интересное создание пар элемент и оценка элемент это событие которое вы собираетесь на ленту времени добавить а оценка это дата и если не если у вас про порядку то например просто ставим какая по порядку эта сценка будет первая вторая третья и так далее как мы видим элементы здесь можно представить по разному события можно представить в виде текста описание события в виде картинки можно озвучить подключить микрофон и записать озвучку прямо в режиме онлайн если у вас есть готовое аудио можно его сюда добавить ну и видео например по ссылке из ютуба тоже добавляется давайте смотреть ну вот например у меня лента времени посвященной биографии Михаила Ильича Лермонтова я решила выбрать текст нажимаю на кнопку текста записываю в поле информацию о его дате рождения я выставляю в поле оценка 1814 год и рядышком вижу здесь еще есть кнопочка подсказка туда можно дополнительно что-то записать в качестве такой всплывающей подсказочки если участник затруднится то нажмет на соответствующую кнопочку откроет подсказку и тогда точно угадает создали такую пару нажимаем на кнопку добавить следующий элемент и следующую пару таким же образом создаем что касается допустим добавление видео вы нажимаете на кнопку видео и вставляете ссылку с ютуба есть поиск по ютубу если вы не уверены и не знаете точную ссылку можно прямо здесь не выходя из сервиса поискать то же самое касается и аудио его можно записывать как я уже сказала через микрофон либо по ссылке опять с того же ютуба сюда добавить вот изображение грузится с вашего компьютера дополнительно можно его немножко обрезать подкорректировать придать ему более интересный вид ну вот таким образом пара за парой вы создаете эпизоды на ленте времени это все делается довольно быстро дальше после того как все элементы закончились пары созданы можно добавить еще подсказки если вы их прописали то обязательно ставим галочку что их нужно показать эти подсказки обязательно обратная связь это окошечко которое появляется когда участник правильно выполнил все задания обычно здесь пишется вот так отлично ты справился с заданием но вы можете придумать что-то свое ну и помощь это если уж участник совсем затруднился вы можете заполнить поле помощь и в этом поле рассказать участнику что от него требуется подсказать где найти ответ на вопрос ну какая то такая действенная помощь которая будет появляться в верхнем левом углу для участника остается только нажать на кнопку завершить и показать в предварительном просмотре после этого вы увидите уже готовую сгенерированную игру можете в нее сами поиграть проверить все ли хорошо ну и дальше получить ссылки на эту игру есть ссылка в полноэкранном размере есть ссылка в обычном в рабочем варианте и есть код чтобы строить на страницу сайта и блока что касается бесплатности сервис абсолютно бесплатный ограничений вообще никаких нет то есть количество работ не ограничено ленту времени вы можете делать бесконечной более того здесь есть уже готовые созданные работы другими учителями и библиотекарями есть хороший поиск вы можете по поиску посмотреть на другие викторины которые здесь присутствуют и можете их тоже использовать в работе демонстрировать можно и на большом экране вместе с детьми играть и можно на сайте и в блоге библиотеки это все показывать в общем очень простой сервис как раз для начинающих пользователей давайте еще на один посмотрим сервис не такой известный но очень неплохой как выяснилось сервис приседан минутку сейчас я вам ссылочку отправлю в чат это сервис который создает ленты времени на основе текстов изображений и на основе ссылок ну вот скриншот у меня на экране ссылочка у вас в чате как это все выглядит на ленте времени обозначены временными отсечками какие-то события но в данном случае у меня жизни классиков русской литературы 19 века пушкин грибоедов и так далее при наведении курсорчика на вот эту вот полосочку цветную открывается вот такое всплывающее окошечко где можно почитать дополнительную информацию а если вы еще ниже полистайте то эту ленту времени можно прочитать в виде такого списка вот сервис одно время был очень такой ограниченный бесплатном виде потому что он предлагал только ленты времени одну бесплатно создать и только пять событий на ней конечно это очень мало и сейчас в этом году о чудо сервис увеличил бесплатный тариф сейчас здесь можно создать неограниченное количество лент времени с неограниченным количеством событий на них правда если вы уже когда-то зарегистрированы были в нем еще до того как он поменял свои тарифы то к сожалению у вас это никак не изменится в вашем личном кабинете как у вас было ограничение так остается поэтому вы можете создать новый аккаунт и пользоваться этим сервисом уже без ограничений вот такая хорошая история давайте посмотрим на него он очень расширил свои настройки здесь огромное количество настроек я даже про все рассказывать не буду я просто покажу их список чтобы вы поверили что действительно это очень функциональный инструмент давайте смотреть итак у каждого события здесь есть карточка ну к сожалению сервис на английском уж очень хорошо переводится через google переводчик советую я тоже когда затруднялась переводила кое-какие моменты нажимаем на кнопочку создать события и открывается вот такая карточка мы ее заполняем тоже по сути своего рода шаблон мы видим что здесь название события начало и окончание обязательные поля обозначены звездочкой то есть обязательно название событий и дата хотя бы начала все остальное по желанию дата окончания события здесь есть до нашей эры вот этот вот апрокс который это означает если у вас события еще до нашей эры дальше в разделе ноутс мы можем вписывать тексты и ссылки плюс там есть еще немножко форматирования можно жирным шрифтом сделать можно наклоном курсивчиком загружаем изображение через кнопку more options дополнительные возможности там есть кнопочка для загрузки изображения загружаем с компьютера на ленте времени вы можете выбрать каким цветом будет обозначено это событие это color вот в данном случае зелененьким можете иконочку подобрать там целая библиотечка иконок есть ну и форму по умолчанию прямоугольная такая форма будет на ленте времени можно кружочками сделать можно овальчиками там еще стрелочки есть в общем можно поэкспериментировать и вот так каждое событие мы оформляем вот таким образом здесь в общем не сложно все можно сохранить события можно сразу перейти к созданию нового create и надо сразу откроется новая карточка и поехали дальше создавать одно за другим они у вас появятся на ленте времени дополнительно здесь есть такая возможность ну вот пожалуйста вот про Жуковского например покажу как у меня заполнена была карточка вот название дата жизни дата смерти выбран оранжевый цвет и описание ну и картинка прикреплена вот таким образом будет выглядеть заполненный вариант карточки дополнительно если вы обратили внимание вот здесь есть так называемый раздел лойер это так называемый слой что это такое это такая дополнительная опция может быть вам пригодится в работе все события можно разделить на слои то есть на такие категории разделы ну например если вы про одного человека рассказываете про писателя то можно отдельным слоем сделать его биографию родился женился и так далее и отдельным слоем его творчество там создание одной книги создание другой и тогда на ленте времени они будут разным цветом обозначены и зрители могут передвигаться когда у нас были ограничения по пять событий на ленте это может быть было и не актуально совсем но сейчас когда у сервиса такие возможности мы можем делать огромные ленты времени с большим количеством слоев ограничение до пяти слоев максимум ну я думаю это вполне достаточно для работы поэтому сначала мы создаем слой если у нас есть такая задумка а потом каждое событие к этому слою как это добавляем прикручиваем хотела сказать и они на ленте времени будут разделяться в два разных потока так если у вас много событий это хорошее решение а вот теперь настройки настройки здесь очень подробные регулируется все начиная с цвета формат даты как вы ее хотите буковками циферками в одном порядке в другом порядке дальше события опять-таки как оно будет отображаться в каком виде в каком цвете и так далее слои то же самое как и события дальше можно даже ось и саму шкалу регулировать то есть расстояние между временными отсечками цвет этой оси там ширина и так далее шрифты конечно же можно добавить к вашему графику легенду то есть рассказать что какой цвет обозначает например это хороший вариант если вы что-нибудь делаете такой производственный процесс какой-нибудь в ленте времени отображаете там какие-то показатели то пожалуйста в легенде можно об этом написать что какой цвет значит единственное из всего здесь платного это добавление логотипа ну я думаю это нам не сильно актуально все остальное абсолютно бесплатно и очень подробно я как раз вот на днях все эти настройки обошла все еще раз осмотрела и обучалку написала по всем настройкам так что если будет интерес пожалуйста читайте обучалку там все более подробно рассказывать на выходе мы получаем ленту времени которую можем встроить на сайт в блок можем распечатать в формате pdf сохранить естественно тоже в формате pdf или как картинку и получить ссылку само собой вот что осталось из платного бесплатная опция совместной работы ну большая часть как вы видите здесь абсолютно бесплатно да запись вебинара будет идем дальше еще один сервис с похожим функционалом называется он Time Toast он тоже дает возможность просмотреть ленту времени в двух форматах как список и как график единственный его минус это то что там появляется реклама по краям ну поскольку это сервис бесплатный то от рекламы мы никуда не денемся единственное что ставим блокировщик рекламы я уже без него просто никуда это блок который позволяет избавиться от рекламы ну и второй минус то что его и ленту времени нельзя встроить на сайт и в блоге к сожалению ну а так в целом то здесь тоже никаких ограничений нет здесь можно огромное количество создавать ленту времени с любым количеством событий и добавлять к этим событиям картинки ссылки и тексты вот так оно и работает регистрация очень простая буквально пара минут и вы уже внутри сервиса давайте смотреть здесь тоже есть карточка события тоже примерно такие же кнопочки только здесь они немножко по-другому называются там было add event здесь create event ну смысл один и тот же создание события обязательно описание обязательно название событий дата хотя бы начала итак смотрим что у нас здесь есть название события естественно его описание дату выставляем можно до нашей эры картинки загружаем с компьютера ну и сохраняем соответственно с правой стороны то же самое в заполненном виде как это было у меня например в ленте времени события можно удалить если нам не нужно картинку перезагрузить другую это все делается довольно быстро дополнительно этот сервис предлагает еще возможность создания временных отрезков если событие это такое одиночное мероприятие ну например дата рождения там дата выхода книги и так далее то вот длительный период это какой-то ну например продолжительность жизни чья-то либо там сколько лет длилось то или иное событие и так далее тайм спаны они называются периоды временные карточка примерно такая же только теперь здесь нужно проставить не только начало события но и его окончание на ленте времени они будут немножко по-другому выглядеть точно так же можно добавить описание к нему правда картинку здесь уже не получится загрузить и сохранить обязательно все это тут же появляется на ленте времени тут же вы можете все это сразу посмотреть как будет выглядеть и в случае чего вернуться к редактированию что мы получаем на выходе на выходе мы получаем возможность распечатать в формате pdf готовую ленту времени можно поделиться ссылочкой можно просмотреть в виде списка и в виде ленты в виде узкой ленты и в виде широкой ленты и вот эти скобочки они раскрывают ленту времени вообще на весь экран вот таким образом можно в 5 разных видах увидеть одну и ту же ленту времени красивый, простой довольно просто в нем работает на английском конечно но переводчик нам поможет давайте еще посмотрим другие инструменты ну вот пожалуйста еще раз покажу вам возможности что тут можно получить ссылочку ее скопировать и дальше делиться с ней в бесплатном тарифе вы можете неограниченное количество публичных лент времени создавать это мы когда создаем ленту выставляем ей опцию паблик но в черновиках держать можно только одну ленту черновик это драфт то есть здесь нельзя вот создавать много-много времени лент времени и никому их не показывать нет, придется их публиковать и чтобы они были в общественном доступе у всех а вот если мы хотим ленту времени не только с картинками не только с текстами а что побольше и получше с каким-нибудь другим интерактивом то можно порекомендовать здесь сервису Тори это хороший онлайн сервис который дает тут большие возможности для создания лент времени более того в этих лентах времени вообще не нужны даты то есть вы расставляете блоки с информацией вот как сейчас у меня на экране расставляете эти блоки в свободном порядке в таком в каком хотите вы можете в каждом блоке прописать дату а можете это вообще не указывать просто зритель читатель будет по порядку смотреть на ваши блоки и таким образом знакомиться с историей поэтому вот эта вот лента времени она больше напоминает наверное лонгрид такую мультимедийную публикацию она одновременно и лента времени и статья поэтому вот первая ссылочка это вот именно такой вот хронологический подход к созданию ленты времени а вторую ссылку я вам сейчас отправлю про белого медведя это уже подход такой в виде статьи здесь я уже не опиралась ни на даты ни на какие-то хронологические события здесь я просто по порядку расставила события как посчитала нужным вот две ссылочки у этого сервиса возможности бесплатные распространяются на 14 дней то есть в течение двух недель вы можете пользоваться всем функционалом этого сервиса абсолютно бесплатно потом функционал немножко урежется но я нашла очень хороший совершенно законный легальный способ как можно продлить этот замечательный период в самом конце расскажу и покажу как это делается давайте посмотрим на функционал сразу оценим возможности нужно нам это или нет итак вы получаете на входе после регистрации просто белое полотно в центре будет ось на которую будут нанизываться события справа и слева по очереди одно справа и второе слева чтобы их создавать нажимаем на плюсик просто щелкаем по этой оси появляется первый плюс и открывается вот такое меню из серии чего изволите здесь список всех блоков которые можно добавлять на эту ленту времени по заголовок естественно а дальше все возможные варианты тексты картинки видео аудио файлы можно прикреплять ссылки викторины можно создавать игры например найди пару добавлять блок по принципу знаете ли вы то есть какие-то интересные факты если ваши пользователи зарегистрируются то вы можете создать форум и там с ними что-нибудь пообсуждать как чат либо просто провести опрос можно ну и в конце куда уж нам без этого это поле библиографии где вы можете написать список использованных источников какие-то веб ресурсы которыми вы пользовались при создании этой статьи вот что здесь можно сказать и видео видео загружается по ссылке с ютуба все остальное загружается с компьютера картинки аудио файлы а игры викторины создаются в режиме онлайн выбираете любой блок щелкаете по нему и открывается наш конструктор здесь конструктор очень похожий у всех блоков ну вот три на выбор я выбрала текст игра занимательный факт знаете ли вы и викторину вот если посмотреть здесь блок примерно одинаковый то есть у нас есть какие-то варианты для форматирования жирный шрифт наклонный шрифт список и так далее цветовым оформлением можно выделять блоки ну например блок знаете ли вы зелененький а викторина фиолетовая а цвет вы можете менять далее что здесь еще можно прикреплять медиа то есть внутрь текста например ставить картинку и внутрь викторины вставить картинку и или не только картинку можно какое-нибудь видео например добавить прямо внутрь текста вставить и получается очень интересные блоки очень такие красочные понятные и информации если у вас много и вы не знаете как это все использовать то вот хороший вариант точно так же все остальные блоки я просто уже не стала все их показывать они все примерно вот так и выглядят выбираете их окраску заполняете шаблончик сохраняете это все и тут же все видите как у вас выстраивается мышкой вы можете менять ваши события на ленте времени просто перетягивать их вверх или вниз по этой оси теперь самое интересное если две недели закончилось что делать дальше а дальше вступает в силу знаменитая пословица не имей 100 рублей а имей 100 друзей сервис предлагает продлить этот аккаунт бесплатный еще на месяц на 30 дней если вы пригласите в эту в этот сервис трех друзей вам нужно ввести адрес электронной почты вашего друга и нажать на кнопку invite и так три раза после этого ваш аккаунт автоматически продлевается еще на месяц причем без разницы будут ваши друзья работать в этом сервисе или не будут в любом случае если вы введете актуальный адрес электронной почты ну рабочий да то получите еще 30 дней бесплатного тарифа вот когда он закончится вы можете найти еще трех друзей и продолжить работу вот таким образом есть хорошая возможность продлить вот эту бесплатную версию совершенно просто без каких-то финансовых вливаний вот вы можете из вас много электронных ящиков сами себе послать приглашение так уже между нами в общем если вам сервис понравился можно к нему присмотреться действительно очень хороший достойный вариант для работы добрались мы до красочного сервиса который называется тики токи в общем тариф у него бесплатный очень маленький сразу скажу здесь можно создать одну ленту времени правда с неограниченным количеством событий на них это тот вариант который подойдет для каких-то грандиозных проектов например вы там летопись школы хотите создать или там я не знаю что-нибудь такое большое глобальное грандиозное скрасочное с большим количеством медиаконтента вот для таких проектов отлично подходит тики токи ленту времени здесь можно просматривать в трех разных вариантах вот вверху на черном фоне когда это просто просмотр карточек чуть ниже это стандартная лента времени в формате 2d который просто по меткам щелкаем и просматриваем события третий вариант самый интересный 3d вот так он выглядит кнопочка для переключения находится в левом нижнем углу это такая дорожка тропинка можно сказать на которой вот в такой перспективе изображаются события вашей ленты времени вы ее можете пролистывать мышкой прокручивать точнее щелкать этим событиям открывать карточки и читать более подробную информацию сейчас я вам еще одну ссылочку постараюсь добавить ага не получается у меня ее добавить ладно я тогда чуть позже вам расскажу еще об одной возможности этого сервиса еще у этого сервиса есть возможность включения так называемого игрового режима game mode он называется то есть это примерно как learning apps переключается в другой формат когда события будут появляться перед участниками их нужно расставить в нужном порядке по хронологии событий вот то есть вот еще в таком формате можно с ней поиграть давайте расскажу как с ней работать как ее дополнять очень просто заходите в тики-токи открываете свой личный кабинет там кнопочка должна быть логин войти открываете там вводите свой логин пароль а дальше откроется ваша лента время она у вас одна единственная будет вы по ней щелкаете она откроется для редактирования вверху есть кнопочка админ вы ее вызываете панель такая появляется и в этой панели вы работаете давайте покажу вам если вы впервые здесь то после регистрации от вас потребует сразу назвать вашу ленту времени и заполнить вот такую форму обязательно старт события и окончание события но не события имеется в виду а ленты времени то есть первая отсечка и последняя отсечка вот это имеется в виду вы можете пока в свободной форме это проставить тут видите есть календарик рядышком по календарю выбрать потом вы можете всегда вернуться и отредактировать вот это не критично но главное вот эти первые три поля должны быть заполнены чтобы все получилось дальше дальше аннотация для ленты времени если надо там около 25 слов about это дополнительная информация ну например вы напишите в introduction что это лента времени а в дополнительной информации напишите что она посвящена творчеству великого русского поэта Александра Сергеевича Путкина например да дальше интро-имидж это вступительное изображение по сути это обложка ленты времени если вы хотите чтобы она у вас красиво появлялась перед зрителями то можно загрузить обложку сразу скажу что загрузка всех изображений здесь идет по ссылкам то есть ваши картинки которые вы грузите они должны быть уже опубликованы в интернете вы берете на них ссылку и вот в это окошечко вставляете к сожалению минус этого сервиса что здесь не с компьютера все грузится а из интернета по ссылкам дальше фоновая картинка вы можете просто залить фон вот здесь есть черный по умолчанию но это же некрасиво и страшно будет поэтому мне больше нравится когда картинка в виде фона для этого есть раздел background image туда по ссылочке опять загружаем красивую картинку ну и последнее поле highlight color это цвет для выделения объектов то есть вот объекты будут фиолетовые если вам он не нравится щелкаем в это поле выбираем любой другой цвет ну я белый например выбрала мне больше белый понравится ну и после этого нажимаем на create идем дальше ну вот оно то что я рассказывала до этого еще раз вот она лента времени наша то есть уже с обложечкой все загружено и дальше я открываю панель админ мы видим что здесь белая панель это вот как раз для того чтобы вставить контент а черная которая слева это подсказки на английском языке естественно с помощью google переводчика очень просто все переводится и очень хорошо переводится поэтому не упускайте эту возможность здесь подсказочки по каждому полю если вы что-то забыли вы в это поле просто курсор подводите вам сразу выплывает подсказка что сюда вписывается если вы перейдете на русский вам станет работа намного интереснее ну давайте смотреть здесь есть создание событий создание категорий создание есть еще продолжительных периодов времени ну и дополнительно здесь есть настройки они называются так вот вверху после Михаила Шулахова если присмотреться на слайде stories это события settings это у нас настройки категории ну следующее поле да spans это продолжительные периоды времени какие-то ну и fits это дополнительно для программистов уже я не стала это поле вообще трогать там более какие-то частные настройки связанные с кодами и прочим и прочим вот и так чтобы нам создать события выбираем вкладку события stories и нажимаем на кнопку create new story создать новое событие здесь четыре вкладочки я бы обратила внимание на первую вторую и четвертую basic info эта вкладочка обязательно здесь мы вписываем название ну например у меня была лента времени про Шолохова первое событие я назвал с детства стартовало у меня это событие с момента рождения писателя 11 мая 1905 года он сервис мне тут же автоматически выдал и окончание этого события но я не стала сопротивляться вот дата будет одна на самом деле показана дальше в интро я вписываю небольшую информацию которая будет появляться на карточке вот эту карточку чуть-чуть сейчас видно на слайде серенькая вот такая вот и там мы видим что вмещается примерно 6 строчек то есть ваша информация маленькая должна быть примерно на 6 строчек чтобы читатель сразу получил представление вообще о чем это да дальше если у нас до этого были созданы категории то я выбираю категория помните я вам про слои рассказывала как в приседании слой ловер так здесь это называется категория то есть у меня например есть биография есть творчество и таким образом вот я например вот это событие отправила в биографию если у вас есть отдельная ссылка на какой-то веб-ресурс рассказывающий про детство писателя например то и сюда можно вписать еще ссылочку обязательно нажимаем сохранить иначе в другой вкладке не подойдет но что касается интерфейса для заполнения информации не знаю насколько он устаревший я просто увеличивала поскольку для кого-то это будет мелковато ctrl плюс на клавиатуре увеличивает формат вот этой административной панели и можно более комфортно работать я только такой вариант увижу к сожалению на интерфейс мы никак не повлияем интерфейс здесь не очень сильно изменился за последние два года дальше следующая вкладка медиа она добавляет разные медиа ресурсы ну вот я увеличила вот в таком формате даже панель только вот я ctrl плюсом увеличила вот так она стала выглядеть у меня здесь можно добавить ссылку на медиа медиа трех типов картинка видео аудио добавляется например с ютуба по ссылочке либо ссылка на изображение из интернета либо ссылка на аудио поддерживается саундклауд здесь сервис если вы какие-то другие пробовали ссылки расскажите у меня только саундклауд получилось вставить вот caption это описание ресурса и откуда вы его взяли авторское право если хотите можно сюда еще добавить информацию нажимаем save ну и переходим к последней вкладке которая называется extra info это полное описание события то есть весь полностью текст который бы вы хотели вместить то есть когда участник щелкает по вашей карточке откроется этот полный текст и можно его уже более подробно все это зачитать кстати забыла сказать что в разделе медиа не обязательно одну картинку добавить их может быть несколько и видео может быть несколько единственное что видеоролики когда мы вставляем в такие сервисы обязательно проверяйте некоторые авторы на ютубе запрещают вставку своих видео в другие сервисы это касается особенно всяких государственных проектов типа Мосфильма вот это я имею ввиду киностудии мультстудии вот такие вот официальные каналы на ютубе они иногда запрещают поэтому когда вставляем видео обязательно нужно просмотреть ленту времени отражается ли видео или будет у вас черный квадрат Малевича тогда придется что-то другое искать вот после того как вы заполнили у вас событие уже полностью создана оно отображается на карточке вот эта карточка вот таким образом выглядит и можно переходить к следующему событию опять нажимаем на плюсик новые события так одно за другим на ленте времени они отображаются категории создаются примерно так же вы выбираете категорию нажимаете на плюсик создать категорию даете название описание и сохраняете там никаких особых фокусов нет в обучалке я написала про это со скриншотами здесь просто скажу что это очень просто еще проще вот к редактированию любого события вы можете вернуться то есть вот вверху перед плюсиком у вас будут отображаться все события которые вы уже создали вы по-любому щелкаете нажимаете на кнопку edit редактировать открываете вы редактируете рядом delete чтобы его удалить если оно вам не нужно количество событий никак не ограничивается это хорошо и расскажу вам об игровом режиме в настройках settings есть так называемые расширенные настройки это я в google переводчики перевела чтобы не водить руками а показать на самом деле как это работает вот google переводчик мне вот так перевел настройки и в общих настройках я нашла хороший вариант называется игровой режим если его включить то можно поиграть с этой лентой времени вот у меня была лента времени про шолохова по одному сервис начинает выкладывать нам события ну вот первое я его мышкой на ленту времени поставила дату сервис уже сам проставит нам нужно только куда-то его поставить дальше следующее событие нужно его там либо вперед либо назад либо посерединке вставить вставила а подсчет баллов идет вот с левой стороны видно что у меня вроде как все правильно было поэтому мне вот 100 баллов уже начислили вот и таким образом можно играть игра имеет смысл если у вас много этих событий можно действительно поиграться если события 2 или 3 наверное это не так интересно но вот если у вас больше десятка то можно предложить участникам поиграть если создатель подключил этот игровой режим то будет по левой стороне внизу кнопочка game mode игровой формат и вы можете на нее нажать и поиграть в следое время вот такая интересная возможность здесь оказывается присутствует так что не упускайте может быть вам тоже пригодится этот функционал давайте к русским немножко сделать передышку после англоязычных сервисов давайте посмотрим на русскоязычные что они нам предлагают тайм график это неплохой в общем то сервис правда он не такой красочный конечно мы видим тут серый фон такие вот простые какие-то графические объекты кстати фон здесь можно поменять сделать его белым и вообще можно загрузить картинку для фона я вам ссылочку отправила там в виде фона у нас картинка готовую ленту можно встроить на сайт и в блоге можно экспортировать в разных форматах можно ссылку естественно на нее получить создается лента времени с использованием фото видео текстов ссылок и изображений да ну давайте смотреть здесь тоже есть карточки события которые нужно заполнять плюсом идет то что она на русском поэтому здесь особенно много мучиться не придется регистрация вообще очень простая итак ну во первых мы можем перекрасить эту ленту времени для начала поменять фон загрузить свою картинку сохранить это естественно можно включить звук ну это будет когда по этой ленте времени будут щелкать будет такой щелчок раздаваться если звук не нужен отключаем дальше а дальше либо нажимаем на кнопку плюс новое событие либо просто щелкаем по ленте времени в любом месте где вам понравится открывается вот такой кружочек веночек где все возможности сервиса обозначены сервис заточен естественно на бизнес на бизнес сообщества поэтому здесь очень много таких настроек которые нам особенно не пригодятся для работы ну например там разные например данные статистики по разным странам может быть они нам и не нужны мульти статистика я пока сама не разобралась для чего это и как работает интегрировать с google календарем ну тоже если вы какой-то план своих действий будете составлять может быть пригодится ну а так самые ходовые здесь кнопочки это будет события период времени вот если мы хотим здесь можно подключить свою статистику ну я покажу все по порядку давайте смотреть и так щелкаем ну например выбираем события и тут же на ленте времени появляется какая-то некая отсечка и открывается карточка для заполнения давайте посмотрим как это выглядит примерно это выглядит вот так я щелкнула два раза события вот таким зелененьким у меня нарисовалась а длительный период времени нарисовался вот такой синий полосочкой и то и другое редактируется вот в виде карточки такой мы даем название описание дату ну если это длительное событие то начало и окончание и выбираем положение на ленте вверху внизу как хотим вверху у нас в виде иконок нарисованные объекты которые мы можем добавить сюда ну фотоаппарат это картинка видео это с ютуба какой-то видеоролик по ссылке карта google карта сюда добавится и ссылочка последняя можно подключать файлы но это платная опция поэтому здесь висит замочек все остальное бесплатно а если мы опустимся чуть-чуть ниже там будет еще дизайн события то есть можно поменять цвет если нам синий не нравится можно перекрасить другой вариант если мы хотим статистику подключить выбираем статистику и появится вот такая табличечка которую мы заполняем ну например у нас вот есть четыре даты и мы напротив каждой даты ставим какое-то число и нам сервис выстроить тогда вот такой график вот ну если мы допустим там я не знаю историю города мы хотим показать как менялось его население в городе то мы можем вот такие данные переписи населения например вставить ну вот чуть выше мы видим вкладку color где можно перекрасить цвет и ширину высоту отрегулировать нашего графика и вот таким образом мы работаем добавляем события статистику продолжительные периоды времени и формируем нашу ленту времени одно за другим ну вот оно в отдаленной перспективе вот в итоге вот так выглядит это статистика по странам статистика по странам здесь на английском языке можно конечно вот так вот как я найти там Россию разделы образования посмотреть там статистику но я думаю это не очень сильно востребовано хотя такая опция здесь присутствует вот карта что касается прикрепления карты и вообще работы с событиями даты выбираются с календарика здесь можно до нашей эры переключиться карта добавляется через поиск выбираем нажимаем на карту появляется вот такое окошечко мы вставляем название населенного пункта своего нажимаем поиск и эта карта у вас вставляется тут же к событию прикрепляется и вот так одно за другим у нас события с медио и создаются еще здесь появилась новая опция называется группировка событий например если вы создали много событий хотите отдельно из них в какой-то общий блок собрать ну например у вас там я не знаю события даже что-то сейчас пока на ум ничего не приходит например вы хотите сгруппировать события относящиеся к определенной личности к определенному человеку вот выбираем эти события выбираем опцию группировка и вот такие вот рамочки они будут у нас красиво сгруппированы а к этой рамочке мы можем опять добавить описание и картинку прикрепить и видеоролик если он у нас есть и ссылочку добавить в общем все что угодно количество медиа которые вы прикрепляете к одному объекту здесь вообще никак не регулируются то есть можно хоть одно медиа хоть вообще без медиа обойтись хоть все три добавить но здесь мы упираемся в ограничение бесплатного тарифа вообще тайм графикс очень любит играть с тарифами у них тарифы меняются каждый полгода наверное это очень нехорошо потому что ты рассчитываешь на одно а открываешь рабочий кабинет оказывается другое но вот информация на сегодняшний момент бесплатно можно создать две ленты времени использовать на них 18 событий ну делим на 2 это где-то по 9 событий на ленте ну ладно хорошо еще как-то нормально вот плохо с медиа всего 7 медиа то есть это в сумме то есть какие-то карточки событий у вас просто будет из текста состоять и из ссылок не очень конечно с картинками хотелось бы хотя бы ну вот я могу вам немножко рассказать из своего опыта как можно эти лимиты тоже совершенно законным образом разблокировать но перед этим покажу что на выходе мы получим на выходе нам нужно отредактировать сохранить нашу ленту времени поставить раздел паблик ну а вам другой не разрешат поставить потому что все остальные виды это платные опции то есть паблик без вариантов общественный доступ дополнительно вы можете разрешить что каждый пользователь может вашу ленту времени отредактировать вот ну это например для школьников подходит если вы учитель создает ленту времени предлагаете им что-нибудь там поредактировать даете им ссылочку на ленту времени чтобы они там могли что-то поэкспериментировать можно загрузить обложку чтобы не просто вот такая серая картинка была красивое нечто загружаем обложку проверяем назвали ли мы нашу ленту времени описали ли ее Ну, чтобы ее было видно. Ну и сохранить. Нажимаем кнопку. После этого нам автоматически приходит и ссылка, и код. Можно и встраивать, и, собственно говоря, делиться ссылочкой. Внизу под лентой времени вы найдете кнопку «Экспорт». Она поможет вам экспортировать, например, формат PDF в нашу ленту времени. Ну, самый ходовой формат здесь. Ну, вот в каком виде можно экспортом заниматься. Как презентацию, как документ текстовый, как PDF, как картинки разных видов. Можно на Google Диск ее сохранить или как в zip-архиве сделать. Ну, если у вас много событий, наверное, в этом смысле. Вот. Теперь рассказываю, как я разблокировала лимиты. Нам нужно зайти в личный кабинет. Я в обучалке подробно это написала. Поэтому, если кому интересно, там можно пошагово пойти по моим стопам. Зайти в личный кабинет, нажать на тариф «Фри» и откроется вот такое окошко. Ну, на английском, но в двух словах. Здесь несколько возможностей для того, чтобы разблокировать на какое-то время лимит. Разблокировка от двух дней до шести месяцев. В зависимости от того, сколько вы планируете с этой лентой времени работать. На это время вам дается безграничные возможности. То есть вы можете создать неограниченное количество лент времени с неограниченным количеством событий и медиа. Но только на определенный срок. Когда срок заканчивается, ваше лента времени не исчезнет. Вы ими можете пользоваться так же, показывать, встраивать. Просто вы не сможете уже их редактировать. Ну, дополнительно что-то добавить уже не получится. Вот я к этому веду. Ну, например, самый простой вариант, что вот нам сейчас доступно, если вам маловато 7 медиа, то я предлагаю, например, воспользоваться подпиской на YouTube. Если у вас есть YouTube канал, вы можете выбрать вот первую опцию, которую я выбрала, subscribe it on YouTube. То есть подписаться на канал этого сервиса, на TimeGraphics. И на два дня вам тут же автоматом мне сразу же разблокировали. Хотя мне и написали, что ваша информация будет проверена, но разблокировали тут же. И еще два дня я совершенно спокойно могла заниматься этой лентой времени и добавлять туда все, что захотела. Вот. Единственное, что нужно указать, название своего канала, чтобы они проверили, действительно ли вы подписались или не подписались. Здесь в списочке дальше идет много чего. Можно, например, лайкнуть 5 постов на YouTube у этого сервиса. Можно написать обзор и прислать им ссылочку. Тогда можно на полмесяца, на полгода заполучить бесплатный тариф. Можно записать подкаст, опять-таки им ссылку отправить. Этот сервис создан российскими программистами, поэтому можно договориться, что называется. Здесь есть их адрес электронной почты. И если вы что-нибудь напишите, создадите, то даже можно нафотографировать фотографии, где вы работаете с этим сервисом. А еще лучше, если будут студенты, школьники, и было видно, что они действительно с ним работают, и прислать им по адресу, то тоже на полгода вам дадут бесплатно поработать. Так что на самом деле возможности есть. Я бы так вот в корзину не отправляла этот сервис, а взяла бы на заметку. И если нужно, можно с ним работать. Хороший вариант. Наш любимый сервис Genial я оставила уже напоследок, потому что это такой инструмент, который должен быть в копилке у всех, я считаю, потому что это действительно уникальный инструмент. Аналогов, наверное, сложно найти аналоги. Он красочный, он интересный, он много создает интерактива. Интерактив действительно очень необычный. Подобного инструментария очень сложно найти. В общем, нахвалила я его очень сильно. Давайте ссылочку вам отправлю в чат, чтобы вы могли на эту ленту времени полюбоваться. Сделана она по типу презентации. Тут несколько слайдов, которые надо листать. Ну, я думаю, здесь понятно. Вот при нажатии на интерактивные меточки, на плюсики, например, откроется дополнительная информация, которая более подробно расскажет о периоде жизни этого вот ученого, например. Ну, давайте посмотрим, как вот это создается. После регистрации нам нужно найти шаблон. Здесь нет шаблона, который называется тайм-график. И таймлайн, и лента времени, ничего такого не найдем. Здесь есть шаблон инфографика. Заходим в него. А внутри инфографики нам нужен шаблон именно тайм-лайн. Можно просто листать, листать, листать. Обычно они все собраны в разделе горизонтальная инфографика. Я сделала проще. Я просто в поисковую строку написала тайм-лайн, и мне отсортировали только тайм-лайны, только ленты времени. Обязательно нужно выставить опцию free, чтобы показали только бесплатные шаблоны. Потому что в Genial здесь, кто работал, знает, что здесь часть платного контента, часть бесплатного. Выбираем только бесплатно, естественно. Ну, вот, пожалуйста, многообразные ленты времени, какие хотите, извилистые, прямые, на один слайд, на несколько слайдов. Можно посмотреть сначала. Если понравилось, можно взять в работу. Вообще можно с нуля, вообще белый лист, и там рисовать что-то. Ну, проще, наверное, по шаблончику работать. Вот. Выбираем любой, щелкаем, начинаем его редактировать. Редактор выглядит вот так. Я взяла просто любой шаблон. Вот такой мне, например, понравился. Открыла редактор. Просто по кнопочкам пробегусь и вам обозначу, что есть, что есть здесь. Ну, во-первых, на этом шаблоне вы можете, естественно, удалять изображение и текст и вписывать все свое. Для добавления текстов есть кнопочка «А», текст, для добавления картинок есть кнопочка «Имидж». Картинки добавляем либо из библиотеки сервиса, но она бы здесь маленькая. Из компьютера загружаем просто. Ограничение до 5 мегабайт картинки. Дальше. Дальше раздел «Ресурсы» — это графика, созданная в сервисе. Это разные иконочки, формы. Если хотите, такие дополнительные украшения, их здесь можно поискать. То же самое касается смарт-блоков. Это больше подходит для инфографики. Там всякие тоже такие диаграммы, схемы. Ну, для лента времени, наверное, это не очень актуально, но там тоже можно что-то присмотреть красиво для себя. Дальше. Кнопка «Бэкграунд» меняет фон инфографики. Ну, и «Пэйджис» добавляет новую страничку. Если у вас длинная инфографика, то можно ее на несколько слайдов растянуть и сделать еще одну страницу. Либо скопировать старую, а так чаще всего и делается. Копируем и продолжаем в том же душе. Кнопочка «Инсерт» добавляет разные встраиваемые объекты. То есть прямо на слайды сюда, для этого времени можно добавить аудио, записать причем его прямо в режиме онлайн. Вот. И можно по ссылочке добавить, например, видео с YouTube. Плюс в разделе «Аддес» – это вверху серенькие такие скобочки нарисованы. Можно какие-то встраиваемые объекты добавить, ну, например, презентация и тому подобное. По коду добавляется. Прямо вот поверх слайдов у вас здесь будет. Вот эти вот плюсики, на которые нажимаешь и всплывает контент, они здесь тоже присутствуют. Вот эта вот кнопочка «Инфо» под каждой датой стоит. Это интерактивные метки, так называемые. То есть нажимаем на плюсик, и должно появиться окошечко, в котором будет дополнительная справочная информация. Окошечки тут бывают двух типов. Ну вот, пожалуйста. Мы добавляем сюда кнопочку интерактивную. Что для этого нужно? Выделяем нашу кнопку или наш текст. Вообще любой объект можно сделать интерактивным. Даже при нажатии на картинку может всплывать какая-то информация. Но здесь кнопка у нас «Инфо». Мы на нее нажали. Появляется вот такое вот поле. Нам нужна вот эта вот ручка с пальчиком. Не ладошка, а вот третья слева, которая «ToolTick» в данном случае называется. Вот этот пальчик. Это как раз для добавления вот этих справочных, всплывающих или открывающихся окошечек. Самая последняя кнопка «Комета» — это отвечает за анимацию. То есть вы можете еще заставить все эти объекты как-то двигаться, появляться, исчезать и так далее. Это в настройках анимации. Но самое главное здесь вот эта интерактивная кнопка. Нажимаем на эту ладошку и выбираем вид интерактивности. Вот они все здесь. Нас будут интересовать первые два, наверное. «ToolTip» — это вот то, что в этом шаблоне присутствует. Это всплывающее окошечко с небольшой информацией по теме. Там дата, события, человек, ну, буквально пара предложений. «Window» — это целое окно на весь экран. Когда у вас огромное количество текста, там целый параграф, может быть, у вас есть, тогда выбираем, естественно, «Window». Ну, вот так оно выглядит. Это отрывок из моей другой работы, но смысл примерно такой же. Внутрь текста можно вставить картинку с компьютера, дополнительно можно видео с YouTube добавить, таблицу, гиперссылку и даже встраиваемый объект. Вот последняя, как раз скобка такая, косая. Я все вопросы увидела, сейчас я закончу и постараюсь на все ответить. Вот таким образом это все работает. Окошечко сохраняем, естественно, клавишей «Save». После этого проверяем, все ли работает, все ли открывается, и переходим к следующему. Итак, каждый объект в этой ленте времени мы можем издать вот такими всплывающими окошками, с информацией, с дополнительной. В общем, насытить максимально ленту времени всем, чем угодно. Здесь любой контент приветствуется. Ну, еще пару слов. Опять я заговорила слишком долго. Давайте по вопросам. Есть ли ограничения в этом сервисе? Сколько работ можно создать? Женя ли ограничений по количеству работ? Нет. Ограничения только по шаблонам. Платные и бесплатные. Еще забыла сказать, что Дженни предлагает режим совместной работы. То есть вы можете пригласить соавторов и совместно редактировать вашу ленту времени, если захотите. Я тоже работаю в этой программе, в этом сервисе, тоже создаю плакаты, виртуальные выставки, но инфографику ленты времени я в ней не делала. Если вам интересен именно мой пример по ленте времени, то он будет, но попозже. Поэтому я другой показала. Я принцип знаю работы, но у меня пока нет необходимости, пока идей таких нет. Я вот сейчас могу вам показать пример в другом сервисе, если вам конкретно мой интересует вариант. Сейчас я походу свои в основном кидала, ну плюс-минус. Чтобы не только... В основном у меня ленты времени не такие интересные для, может быть, широкой аудитории, потому что они краеведческие. Работа у меня такая краеведческая. Ну вот давайте я ленту времени кину свой пример, чтобы показать, что я действительно в этих сервисах работаю и разбираюсь. Вот. Пожалуйста. Timeline.js. Это сервис, который требует не регистрации, а требует аккаунта Google. Он из Google таблиц делает ленты времени. Вот пример сейчас перед вами. Оставила я его напоследок не потому, что он такой сложный. На самом деле он не такой сложный, просто немножко замороченный, как некоторые пользователи говорят. Вот кто у меня учился, говорили. Ну, в принципе, нормально, замороченный. То есть нам нужно этот шаблончик, эту Google таблицу к себе на Google диск сохранить, заполнить и сгенерируется в итоге вот такая лента времени. Сюда можно добавить видео, тексты, естественно, картинки, карты и даже статьи из Википедии. Но все по ссылкам, опять-таки, даже картинки по ссылкам. Давайте покажу вам этот шаблончик. Сначала нам нужно его скачать. Вот это вот. Там все пошагово на сайте, на самом деле, не потеряешься. Там всего 4 шага. Это первый шаг. Получить шаблон. Синяя большая кнопка. Get spreadsheet template. Вот это вот. Он у вас автоматом тут же сохранится на вашем Google диске. Если вы в Google аккаунте находитесь. Если не находитесь, вас сначала просят туда зайти, а потом уже сохранится все это. Ну, вот так выглядит эта таблица. Здесь уже внутри, на самом деле, какой-то контент есть. Это как примерчик. Нужно стирать это все и вписывать свою информацию. Единственное, что здесь нельзя удалять столбики и переименовывать столбики. Вот как они названы по-английски, так их и нельзя трогать. Все остальное стираем, добавляем свое. Я очень быстро пробегусь. Я все графы здесь подписала, пронумеровала, чтобы было понятнее, что и что. Первые четыре графа – это начало события. Год, месяц, день и время. Вплоть до времени, до минут, до секунд можно. Но на самом деле обязателен хотя бы год. Все остальное не обязательно. Дальше. Окончание события, если надо, тоже есть. То же самое. Начало, год, месяц, день, время. Дальше. Если у вас длинный временной промежуток, есть такая графа, но пишем мы там английскими буковками. Например, если у нас месяц январь, то так и пишем January английскими. Google переводчик поможет. Если у вас январь-март, то так и пишем January-матч, допустим. Вот так. Дальше. Хедлайн. Это заголовок события. То, что будет крупными и большими буквами отображаться на слайде. Текст. Ну, это само описание события. И сама лента времени будет выглядеть из двух частей. Вверху будут слайды, как у презентации, а внизу временные отсечки. Вы можете слайды листать, а можете щелкать по временным отсечкам внизу. И так, и так. Если вы на Директ Академии были и просматривали расписание вебинаров, то заметили, что там лента времени с вебинарами. И она создана с помощью этого сервиса как раз. Дальше. Вторая часть таблицы для добавления дополнительного контента. Медиа. Сюда все ссылки. К сожалению, только одну. Либо картинку, либо видео, либо карту, либо Википедию. Ссылочку сюда вставляем. Дальше. Если нужно, подписываем авторство. Авторство. Придумываем заголовок. Но это все уже почти необязательные поля. Миниатюра изображения. Это то, что внизу на ленте времени будет изображаться. Вот на этих временных отсечках. Если оставить поля пустыми, просто будут серые значки. Вот. Если ходите, можно красочно сюда. Ну, опять-таки, нужна ссылка. Вот. На иконку на какую-нибудь. На картинку на какую-нибудь. Дальше. Первый слайд обязательно будет стоять title. Как заголовочный слайд. На нем никаких дат не будет. Это будет просто заголовок. Вот. Background. Последняя опция. Это для того, чтобы перекрашивать слайды в какой-то цвет. По умолчанию они будут белыми. Но, опять-таки, здесь вот именно приходится заморачиваться. Потому что там нельзя просто написать белый, красный, зеленый. Там нужен код этого цвета. Для этого существует палитра цветов с кодами. Ссылочку я вам отправила. Она же у меня в самой презентации есть. То есть, вот эта вот абракадабра, которая там решетка. Даже 3-3-3-3. Это вот код цвета. По-моему, это синего цвета код. Вот. Дополнительно события можно сгруппировать. Для этого есть раздел группы. Просто придумываем эти разделы и напротив каждого слайда подписываем. Ну, опять-таки, опять мой пример. Биография, творчество. Один слайд подписали к биографии, другой к творчеству. И внизу будут эти две категории. И вы можете из этой ленты времени отсортировать. Например, только те, что касаются биографии. Только те, что касаются творчества и так далее. Вот. После этого таблицу надо опубликовать в интернете. Ну, вот. Добавлять строчки можно, естественно. Сколько угодно. До тысячи строк можно добавить. События неограниченное количество. Дальше выбираем опцию файл поделиться, опубликовать в интернете. Ну, если у вас с Google таблицами работаете, вы знаете, как это делается. Сохранится все. А ссылочку мы берем из строки браузера наверху. Не которую нам серфис подсовывает. А вот прямо из строки браузера вверху копируем. Возвращаемся обратно. И вставляем в поле номер 3. Ссылка на таблицу. Если хотим, можем открыть дополнительные настройки. Там можно шрифт поменять. Подключить русский язык, например. Это полезная настройка. Ну, немножко поэкспериментировать с оформлением. А под цифрой 4 вам тут же автоматом сгенерирует ссылку на вашу ленту времени и код, чтобы встроить. Мы копируем, просматриваем. Обязательно нужно просмотреть. Кнопка превью для этого есть. Просмотрите, пожалуйста. Иногда некоторые картинки не отображаются. Ну, не загружаются просто. Значит, что-то не так со ссылкой. То ли картинку с сайта удалили, то ли вы ссылку неправильно скопировали. Такая есть тоже. Такой есть тоже вариант. Так что вот обязательно предпросмотр. Проверим все. И после этого можно уже делиться ссылкой, кодом, как угодно. Хороший сервис. Ну, вот такая вот в нем особенность. Есть с таблицей связанные. Ну, вот они настройки. О чем я вам говорила. Шрифт, язык. Можно вообще начать пока с конца в обратной хронологии. Если захотите, есть такая опция. Можно подключить. Ну, и навигацию. Где вы хотите навигацию? Вверху, внизу. Вот эти вот временальные отсечки по умолчанию. Они внизу. Хотите, можно их наверх переставить. Вот. Ну, и похожий на него. Я их поэтому парочкой рядом и поставила. Сервис Удоба. Это наш русскоязычный сервис. Более того, это целый проект, я бы сказала. Который создает контент в 50 разных форматах. Сейчас уже даже больше. Все новые и новые. Появляются здесь шаблоны. Но остается неизменным шаблон, который называется шкала времени. Он абсолютно, ну, не абсолютно похож, но очень похож на предыдущий сервис. Тоже вот такие красивые слайды, которые листаются. А внизу временные отсечки. Делается немножко попроще. Давайте покажу, как. Во-первых, нам нужно выбрать шаблон. Их тут огромное количество. Можно все пролистать, все посмотреть. Вообще проект отличный. Здесь можно не только ленту времени создать, а викторины, флеш-карточки, интерактивное видео, презентации, виртуальную экскурсию, интерактивную книгу, интерактивный плакат. В общем, огромное количество всего. Выбираем шкалу времени. И, в общем, если нажать на кнопку подробности, можем посмотреть примерчик. Ну, и какое-то небольшое описание этого конструктора. Давайте смотреть, как он работает. Придумываем название ленте времени. Обязательно, вот красная звездочка, это обязательно для заполнения. Заголовок можно дублировать. То есть они могут быть разные, но вообще чаще всего и там, и там заголовок будет одинаковый. Дальше. Основной текст – это описание вашей ленты времени. Внутрь этого описания можно вставлять гиперссылки. Там откроется поле специальное, и там можно гиперссылку добавить. Дальше. Фоновое изображение. Вот на предыдущем слайде у меня вот на фоне такой фотографии листаются слайды. Да, такую картинку загружаем с компьютера. Если ее не загрузить, то будет просто на сером фоне. Не очень красиво, поэтому фон добавляем. Тем более, что он очень просто добавляется с компьютера. Идем дальше. Дальше. Начало, окончание события. Ну, все как стандартная карточка, как во всех остальных сервисах. Все на русском языке. Здесь все должно быть понятно. Обязательно написать начало события и заголовок события. Основной текст – это описание. В разделе «Объект» мы добавляем «Медиа». А вот здесь очень внимательно надо быть, потому что «Медиа» здесь опять ссылками идут, как в предыдущем сервисе. То есть ссылка на YouTube, например, ссылка на Википедию, на Google карту, на SoundCloud и ссылка на картинку. Если хотите, можно добавить иконку, она внизу будет отображаться. И после этого у вас первое событие будет готово. К сожалению, сразу не посмотреть, как это будет выглядеть. Пока все события не добавил, не получится посмотреть. Переходим к следующему событию. Нажимаем кнопку «Добавить item» и следующее событие. Ну, вот в заполненном виде карточка выглядит вот так. Я вам ссылочку дала на эту карту, на эту ленту времени. Вот так выглядит карточка. Обязательно обратите внимание на то, как здесь записывается дата. Она записывается в обратном порядке через запятую. Ну, вот такая особенность сервиса, почему-то иначе он не генерирует. Если мы стандартно запишем, как мы привыкли, ничего не получится. Лента времени зависнет. Поэтому вот так. 1921,03,02. У нас 2 марта получена. Вот таким образом у нас карточка выглядит заполнена. Есть возможность добавить продолжительное событие, так называемое «РУ». Она вот так выглядит. Карточка тоже примерно такая же, все то же самое, кроме «Медиа». Вот «Медиа» сюда уже не добавится. Здесь начало, окончание события, заголовок и писательный какой-то текст. Чтобы перейти к новому событию, к новой «Эйрик», вот эту вот серую кнопку нажимаем «Добавить item». Почему-то item не перевелось на русский. Добавить новый объект, добавить новую карточку. Ну, как-то так. Вот. Устанавливаем русский язык. Но это не обязательно, потому что сервисы так русскоязычные. Обложку. Вот. Чтобы не потерять ленту времени в кабинете, в своем личном, обязательно стоит добавлять обложку. Я с этим столкнулась, потому что у меня большое количество работ в личном кабинете. Я начинаю уже путаться, честно говоря. Вот. Поэтому по обложкам можно как-то сориентироваться быстрее. Это просто для удобства. Ну и все. Нажимаем на кнопочку «Сохранить». И получаем ленту времени готовую. Можно опять просматривать ее, редактировать, листать. Вверху кнопочка для редактирования будет, а внизу кнопочка для встраивания на сайты и в блоге. Так называется, по-моему, она «Встроить». Вот так выглядит. Код берем отсюда. Из этого кода можно вырезать ссылку. Ссылку вообще можно из строки браузера наверху скопировать. Но мне больше нравится из кода вырезать. Вот это вот то, что в кавычках. «https» – «udoba.org» – «h5p» – «mb2641». Вот эта вот часть. Это и есть ссылка. Ссылка будет полноэкранная, очень красивая. Без всяких вот этих синих полосочек сверху и снизу. А вот именно в полном формате на весь экран. Так будет красивее. Ну, а если встроить надо, то копируем все полностью, что здесь в окошечке написано, и переносим к себе на сайты в блог. Бесплатный тариф абсолютно. Ограничений нет никаких. Ни по шаблонам, ни по количеству работ, ни по количеству объектов на ленте времени. То есть просто бери и работай. Он немножко не такой красочный, как предыдущие сервисы. Здесь там ничего не всплывает, не вылетает. Но все очень здорово работает. И поэтому с этим сервисом приятно иметь дело. Он как раз адресован, прежде всего, учителям, но и библиотекарям в том числе тоже. Хороший вариант. Можно, конечно, бесконечно рассказывать. А во всех этих сервисах я еще знаю, по крайней мере, три инструмента для создания лент времени. Но уже не стала о них говорить, потому что они мне показались уже не такими интересными. Более того, об одном сервисе я и буду рассказывать в следующем году на вебинаре. Сервис интеракте, может быть, вы о нем слышали. Отдельно вебинар по нему запланирован. Поэтому я решила уже сюда его не включать, чтобы не тянуть наше время бесконечное. Вот. Это напоследок контакты, которые вы видите на слайде, вот еще в чате. На одном вебинаре попросили продублировать. Я теперь решила еще в чат дублировать на всякий случай. Все обучалки, они все в блоге «Роза ветров» все, все, что я опишу. Здесь только поджинили. Обучалка не моя, все остальные обучалки мои, собственно, личные. Можно задавать вопросы по электронной посте в группе и в канале Телеграм, где вам удобнее. Что касается лент времени и всего остального, связанного с информационными технологиями. Пользуясь случаем, хочу еще вот этот вопрос увидела в чате по поводу курсов, по поводу платных обучений. В этом году у меня, значит, программа такая. 20 бесплатных вебинаров. Расписание вебинаров и темы вы можете посмотреть на сайте Директ Академия. Там много новых появилось тем с упором на отечественные сервисы. Это для меня, конечно, тоже большая работа, потому что мне приходится осваивать огромное количество инструментария сейчас. Поэтому все новые сервисы я чуть-чуть на потом переложила. В следующем году уже после Нового года я о них буду рассказывать. Но там очень много интересных открытий. Я думаю, нам будет интересно. Особенно для тех, кто ходит постоянно, чтобы не заскучать. Что касается платных. Каждый год курс платный у меня есть большой. Он рассчитан на 4 недели. По итогу либо свидетельство, либо сертификат можно получить о повышении квалификации. Он будет стартовать примерно в середине октября. Следите за расписанием. На Директ Академии можете посмотреть. Там более конкретная дата появится. Примерно середина октября я знаю точно. А там плюс-минус по дате уже ближе к делу можно увидеть. И из ближайшего платного опять-таки могу рассказать, что будет новый формат в этом году. Один раз в год, да. Потому что это связано с моим расписанием. Ну и с моей работой. Потому что основная работа у меня тоже присутствует в жизни. Я просто даже один курс поднять, поверьте мне, это довольно тяжкое дело. Вот, честно. Вот. Потому что мне приходится тоже переписывать сайт с информацией. Потому что, вы видите, сервисы меняются. Просто на глазах нужна все время актуальная информация. Поэтому, по сути, к каждому курсу я готовлюсь заново. И сервисы там могут отличаться. Если вы уже когда-то в этом курсе работали, то следующий будет не такой, как предыдущий. Один в один не получается. Вот. И еще хотела сказать. 26 сентября, в понедельник, у меня будет новый формат обучающего мероприятия. Да, спасибо, Татьяна. Я только хотела скопировать ссылку. Да, это мастер-класс он называется. Это новенький эксперимент. До этого мы такого не проводили. Ну, по крайней мере, я точно не проводила. Это сдвоенный вебинар. То есть, это примерно полтора часа, плюс-минус, академических два часа. Тема мастер-класса «Создание интерактивного контента с помощью сервиса Удоба». Вот как раз о котором я сейчас вам рассказываю. Чем он отличается от просто вебинара? Тем, что здесь очень подробно, буквально пошагово мы пойдем, ну, вот как с нуля что-то сделать. Если вы не очень хорошо в этом разбираетесь, скажем так. То есть, вот я покажу, как регистрироваться, на какие кнопки нажимать, что нужно сделать, чтобы зарегистрировать себя. Дальше покажу, как создавать с нуля викторину, презентацию, ленту времени, интерактивный плакат. Возможно, программа будет более расширена. Может быть, мы возьмем еще интерактивное видео. Это, правда, сложный формат, но интересный. То есть, видеовикторины. Вот. То есть, вот для тех пользователей, которые хотят вот как бы просто сесть и поработать, не просто вот как сейчас послушать, а действительно поработать, посмотреть, приобщиться. На выходе, что вы будете с этого получать? Запись вебинара, само собой, презентацию, как сейчас. Плюс вы получите мои методические разработки по каждому формату. То есть, по викторинам, по презентациям. Там будет пошаговая инструкция очень подробная, ссылочки всякие, примерчики и тому подобное. Вот. Стоимость. Ну, стоимость и кому как, конечно. Ну, это тоже затраты и мои, и временные, и функциональные. Потому что мне все это надо написать и подготовить. Стоимость этого сдвоенного вебинара 1950 рублей. Вот. Я понимаю, что для кого-то, может быть, это большая сумма, но, к сожалению, вот в такие экономические условия мы поставлены. Это эксперименты. Мы посмотрим, что получится. Если формат хорошо себя зарекомендует и понравится, то мы продолжим. Вот. А так можно зарегистрироваться, если хотите. Сходить, посмотреть, попробовать. Там есть еще разный полезный бонус. Ну, пройдете по ссылке, почитайте. Там про бонус в конце написано. Спасибо вам большое за добрые слова. Я тут одним глазом посмотрю. Мне вам безумно приятно за все, что вы мне пишете. Спасибо за обратную связь. Очень хотелось бы, чтобы информация была вам полезна и востребована. Я всегда сейчас на связи. Программу вебинаров почитайте, посмотрите, зарегистрируйтесь. Так что приходите. Очень рада вас видеть. И поздравляю с началом нового вебинарного нашего сезона. Вот. Вопросиков вроде я в чате больше не увидела. Если что, можно мне, конечно, их задать еще. Постараюсь ответить, если это будет в моих силах. Ну, и тогда прощаюсь. Следующий вебинар у нас 3 октября. Имею в виду бесплатный вебинар. И будет посвящен он созданию мультимедийных публикаций. Лонгриды. Они еще по-другому называются. Расскажу вам об этом формате. И покажу, как всегда, пример. Вот. Когда вы все успеваете. Вот. Я только и говорила о том, что это требует много времени. И да. Но это того стоит. Мне это интересно. Я рада, что моя работа востребована. Это такое хобби мое. До новой встречи. Спасибо, что были. И хорошего вечера.